Привет, друзья, с вами Вайми, и я продолжаю играть в Фриск оф Рейн. Я хочу поиграть за снайпера и, возможно, открыть всё-таки новых персонажей. Напомню, чтобы открыть одного из них, мне нужно собрать просто 30 предметов в одном ране. На второго нужно собрать 5, по-моему, конкретных предметов. Я примерно помню, что это за предметы, но сейчас мне лень смотреть и проверять. Снайпер — один из моих любимых персонажей. Он умеет стрелять, естественно, и у него есть вот эта вот перезарядка. Это то, что многие ненавидят, наверное. И это то, чем нужно научиться пользоваться, чтобы нормально играть снайпером. В общем, если в правильный момент перезаряжаться, то я наношу в полтора, по-моему, раза больше урона следующим выстрелом. И это очень даже офигенно, но в основном нужно научиться перезаряжаться не стоя на месте. То есть вот так вот в прыжке. Ну и привыкнуть к этой правильной перезарядке. Кроме этого, у снайпера есть снайперский выстрел. Я не помню, как именно он называется. Стадия им. Но, по сути, оно позволяет зарядить выстрел и нанести кучу урона. Но нужно долго стоять на месте и целиться. Правда, пока я целюсь, я получаю меньше урона, если это не поменяли. Так что это плюс в какой-то мере. Но все-таки не идеально стоять на месте долго. Но, правда, при этом он еще и пробивает насквозь всех врагов. Правда, с каждым пробитым врагом урон падает. Но все-таки против толпы оно хорошо работает. И также есть перекат и дрон, который подсвечивает врагов. Дрон немножко полезен. Он подсвечивает одного рандомного врага. И этот враг получает... По нему, по сути, всегда крит. То есть он двойной урон получает. И это довольно неплохо. Но он подсвечивает одного рандомного врага. Ну, не рандомного, там есть какая-то определенная логика. Ну, в общем, не всегда он подсвечивает того, кого надо. Сейчас вот он боссовый подсвечивает. Потому что босс это как бы самое опасное. Соответственно, его надо подсвечивать. И я убил... Я снялся этому колокольцу две трети жизни одним выстрелом. Снайпер настолько крут, что убивает боссов с двух выстрелов. Ну, на первом уровне, по крайней мере. Балалайка, укулеле. Добавляет мне электрический урон иногда. И этот электрический урон, он между врагами... Чейнется. Вот так вот примерно. То есть некоторые мои выстрелы наносит электроурон. И он перескакивает между врагами. Так что АОЕ добавляется, по сути. Окей. Снайпер очень хорош на первых уровнях. Потом он, в принципе, просто хорош. Но именно вот первый и второй уровень... Снайпер, по сути, без предметов может очень много. В то время как остальные персонажи... Некоторым просто нужны какие-то конкретные предметы. Некоторым просто они очень сильно помогают. И вообще без предметов они ничего не могут сделать. Снайпер я проходил, по-моему, до... До храма. То есть до предпоследнего уровня. На средней сложности не подбирая предметов вообще один раз. Просто чтобы посмотреть, насколько далеко я смогу зайти. Или, возможно, до магмобараков. Я не помню точно. Но в любом случае, снайпер очень крут. Даже без предметов. С предметами он еще круче. Но с некоторыми предметами. Конкретно очень хотелось бы найти... Вот это, во-первых, да. Вилл в зебисп. Враги взрываются при смерти. 33% шанс. И они кучу урона наносят, когда взрываются. И, во-вторых, что совсем было бы офигенно. Это ломик, который дает мне... Полуторный урон по врагам, у которых почти полная жизнь. То есть первый мой выстрел наносит в полтора раза больше урона, чем должен. Учитывая, что я почти убил... Колосс с одним выстрелом. Если бы у меня был ломик, то я бы его убил совсем одним этим выстрелом первым. Это было бы довольно офигенно. Но, увы. Я куплю дрона, потому что... Снайперу дроны помогают. Ну и просто потому, что у меня лень бегать по всему уровню. А здесь я все свои деньги не потрачу. Активный предмет у меня это неуязвимость временная. На 8 секунд, по-моему. Кнут, это... Я знаю, что он делает. Он дает мне огромный буст скорости, когда я вне боя. Для кнута вне боя считается, это не только, что по мне не попадали, но и что я никого не от кого последние несколько секунд. То есть если 2 секунды я не получаю урона и не стреляю, то я начинаю очень быстро бегать. Это неплохо. Перо. Двойной прыжок. На самом деле оно местами даже мешает. Но местами от персонажа зависит. На снайпере, наоборот, очень даже неплохо. Я не могу купить сундук за... 30? За 50? Зато я могу купить вот там вот ломик. Только тут надо забраться каким-то образом. Ломик это офигенно, и я хочу его купить. Но я уже сказал, собственно. Полуторный урон по врагам, у которых почти полная жизнь. Больше 80% по-моему жизни должно быть у врага, чтобы оно работало. Ну, теперь я очень быстрый и очень мобильный. Это хорошо. И урон у меня большой по врагам, у которых полная жизнь. Я свалю с первого уровня около 5 минут. Чуть позже 5 минут, но это в основном потому, что... ...за телепорта бежать. Хотя ровно 5 минут, когда я активировал телепорт. Неплохо. Очень неплохо. Грибные пещеры. Не знаю. Оба. Оба вторых уровня мне не нравятся. В основном своим населением. Импы неприятные враги, а они есть на обоих. Ну, к счастью, я их убиваю там с трех ударов, с трех попаданий. Не ударов, конечно же. У меня не ближний бой. Хотелось бы побыстрее найти телепорт. Несмотря на то, что на этом уровне всегда много предметов, все равно телепорт найти было бы неплохо. Если спамить прыжок, когда у меня есть двойной прыжок, когда я поднимаюсь по этой веревке, то он... ...эффект от прыжка создает, но скорость это не увеличивает, вроде бы, скорость подъема. У, пулеметный дрон. Пулеметный дрон это очень даже неплохо. Он скорострельнее моих дронов. И он дамаговее моих дронов, по-моему, и живучее точно. Ну, ДПС не точно, потому что скорострельнее. Возможно, дамаг у него, конечно, такой же. Ну, в общем, я бы хотел его купить. И у меня хватит денег? Почти хватит денег. Теперь хватит денег. Скорее всего. Да. Окей. Ладно, пора идти куда-нибудь дальше. Дроны не считаются боем, так что дроны могут стрелять, когда я вне боя, и не замедлять меня этим. Это хорошо. Если бы дроны замедляли меня своей стрельбой, это было бы довольно хреново. Хуже то, что моя третья обилка, в теории, замедляет меня. То есть это перекат, который... Ну... Прыжок назад. Оно... Как бы мобильность, но оно меня замедляет все равно, скорее всего. Вот и телепорт. Ну, треть хп червю с одного попадания. Неплохо. Я не уверен, работает ли правильно на червя дрон. Потому что дрон на него, на голову его прицепляется, а у него каждый кусок червя это отдельный сегмент, как бы. Так что, возможно, только по голове наносится увеличенный урон. Ну, а хрен с ним. Правильнее всего ждать, пока он начнет приземляться. Ну, сейчас с этим ничего не выйдет. Я включу, пожалуй, свою неуязвимость. В общем, смысл в том, что, если грамотно подгадать момент, то можно попасть в себя, когда он взлетает и когда он приземляется. То есть, как бы, два раза одним выстрелом. Потому что он иногда пересекается таким образом. То есть у него еще хвост в земле и голова уже в земле. Тогда я своим супер выстрелом могу нанести ему полуторный урон, потому что полный урон наносит первое попадание, и половина урона наносит второе попадание, потому что она пробила врага. Почему мои дроны не стреляют? Вот, так вот получше. Окей, там все умерло. Где еще враги? Зуб монстра это очень неплохая вещь. Почему я не мог прыгнуть? Видимо, прыгалка не обновляет прыжок. Что, наверное, логично, но все-таки не так приятно, как хотелось бы. Как-то мне всех дронов убили. Всех хреновых дронов, но все-таки. Я, наверное, не буду их покупать обратно. Я ненавижу эти прыгалки, когда на них враги застревают вот так вот. Потому что он застрял там, он с нее не спрыгнет. Ну, не должен, по крайней мере. То есть мне придется постоянно с ним прыгать и пытаться в него попасть. Ну, или моему дрону придется пытаться в него попасть, что тоже адекватно. Упс. О, черт, я не допрыгиваю. Окей, я зарядил. Окей. И где-то еще один враг. Прямо по курсу, так что... А, вот там вот. Окей. Враги кончились, я пробегу по всему уровню еще разок. Чтобы купить хоть что-то. На все у меня денег не хватит, но зато талий. Навешивает дот на противников, когда я по ним попадаю. Довольно дамаговый дот. Гвардиан с хард очень полезная штука. Зуб монстр, который я до этого взял, устанавливает мне 10 хитпоинтов, когда я убиваю каждого противника. То есть это лечение при убийстве. Довольно неплохо. Талий. О, босс. Это артефакт последний. Он суммонит вот этого вот парня. Каждые 10 минут. В общем, талий навешивает на противников дот иногда, который замедляет их и довольно больно дамажит. И... Гвардиан с хард это щит на 60 хитпоинтов, который нельзя пробить. Это основное его преимущество. То есть если мне наносит 1000 урона, например, я получаю всего 60. И лечинг сит дает мне 2 хитпоинта каждый раз, когда я попадаю по противнику. И также до этого я косу нашел с босса. Это дает мне 8 хитпоинтов каждый раз, когда я критую по противнику. И мой дрон, который подсветка цели, он дает мне 100% крит. Так что когда противник под дроном, я всегда критую по этому противнику. Ну и плюс надо просто крит набирать разными способами. Внизу что-то, по-моему, было? Нет. Окей. Печально. По-моему, быстрее будет именно вот так вот прыгать. То есть отцепляться от веревки, прыгать, зацепляться за нее снова. Вместо того, чтобы держать вверх и прыжок. Да, вроде быстрее получается. Не уверен. Как-то маловато сундуков на этом уровне. Копилка дает мне 3... Не 3, а не денечку денег в 3 секунды. И ракета МК-1. Когда я попадаю в противника, есть небольшой шанс запустить ракету, которая наносит тройной мой урон. Довольно адекватный предмет. Тундра. Давно я тут не был. Хуже, чем подводный уровень, на мой взгляд. Так, в принципе, да, я спущусь сюда. Но здесь больше лута. Так что это хорошо. Я хочу поубивать пару врагов ближайших. Чтобы купить этого дрона в идеале. Но 400. Я не уверен, что я смогу накопить. Ну, не знаю. Я потом за ним вернусь, наверное. Может быть. Мне не очень нравится, что двойной прыжок съедается, если я прыгаю с этих веревок. О, нет, механические пауки. Довольно страшный враг. Но, к счастью, у меня есть неуязвимость на 8 секунд. Так что это довольно неплохо. И это можно использовать. При неприятных врагах. Но все-таки. В принципе, я могу зачистить эту фиговину. Сойдет. Армс Рейс добавляет моим дронам ракеты и минометы. Шанс запустить их при каждом выстреле, вроде бы. Поскольку у меня уже есть один дрон, и я как минимум хочу купить еще одного. Это делает дронов сильно круче. И телепорт сразу же. Стоит ли его сразу же активировать? Я подожду до 14 минут. То есть еще минуту. В эту минуту ничто не заспавнится. Враги, где вы? Почему вас не существует? Что-то взорвалось. А, и Фрит заспавнился где-то. Там? Нет. И не там. Наверху, наверное. И Фрита побустили. В том патче, где добавили новых персонажей. Он теперь страшнее, вроде как. Не знаю, насколько, но страшнее. Ну, Клэмин. Наконец-то, враги. Я, кстати, слепой или у меня вазерный прицел? Да, перестает отображаться почему-то. Окей. Колючая проволока дамажит врагов, которых я касаюсь. И еще 4 секунды. Окей, поехали. Еще один Фрит где-то заспавнился. У, это хорошо. Голем испаунится внизу и не могут сюда забраться. Зато они могут меня током бить. Окей. И некоторые могут сюда забраться, потому что у них есть телепорт. Робочки, дайте мне, дайте мне лечение. Лазерный дрон. Тоже неплохая идея. Сейчас я его, конечно, не смогу купить, но когда-нибудь... Окей. Так, неуязвимость. И полностью заряженный выстрел. Нет, дрона убили. Это совсем печально. Ммм. Ладно. Что-нибудь такое можно попробовать. Можно также попробовать что-нибудь такое. Ну, я задамажил кучу всего и почти убил кучу всего. Так что следующий мой заряженный выстрел, скорее всего, добьет кучу этих врагов. И что-нибудь из них взорвется, возможно. И поможет мне со всем этим разобраться. Окей. Неуязвимость. Заряженный выстрел. Парочка обычных выстрелов. Еще заряженный. Насколько я смогу. Ни насколько я не смогу. Окей. Вроде бы правильно перезарядился. Там был лайт, или мне кажется? Я криво перезаряжаюсь слегка. Ну, даже если там бывает, то он, видимо, без телепорта и не может до меня добраться. Лазерный дрон, помоги мне. Ну-ка. Ну, во что-то я попал. Окей. И все, враги здесь кончились. Я могу купить обратно своего дрона, но дешевле будет купить того, что на этом уровне заспавнился. Пожалуй, да, ракеты. Полезнее, чем неуязвимость, на мой взгляд. Ракеты, они, очевидно, запускают пачку ракет. Которые действуют так же, как мои ракеты, которые у меня шанс запустить одну при попадании в противника, только это их запускает сразу много. Окей. Нет, видимо, это не бывает, а просто зеленые такие. Что у них одна рука почти черная почему-то. Я, пожалуй, заюзаю один раз этот шрайн и получу биттер рут. Окей. Это один из нужных для аналога персонажа предметов. Это корень, который прибавляет мне плюс 8 процентов к максимуму хитпоинту. Ну, к максимуму хитпоинтов, наверное. В общем, жизни больше. Довольно адекватно. Но на первых уровнях не так адекватно, потому что первые уровни, а не такие. Упс. Вообще идеально было бы отсюда их всех расстреливать. Ну, что поделать. Окей. Голем дамаговый почти меня убил. Но кроме него ничего не осталось, и один на один он меня никогда не убьет, потому что он по мне просто не попадет. И осталось два эфрита. А я надеюсь получить с одного из эфритов его классовый... Ну, не классовый, а его боссовский предмет. Потому что он хороший. Ракеты, видимо, не летят на такое расстояние. Или нет, все-таки летят. Надо же. Ну, как-то они криво летят на такое расстояние. Потому что, по-моему, до эфритов долетела там одна, может быть. Хотя, возможно, все они в другого эфрита, который мне не подсвечен, попали. Ну, ладно. Пулеметный дрон еще один. И они оба здесь. Окей. Нехорошо. Неплохо их попустили. Ну, ладно, ракеты мне помогут. Снайперский выстрел мне тоже немножко поможет. Один из них мертв. Второй из них мертв. Еще один ломик. Насколько я знаю, больше жизни у противника... Какого черта я провалился сквозь целый мост? В общем, насколько я знаю, больше жизни, может быть, у противника, чтобы я его мог... Ну, чтобы повышенный урон по нему наносился. И я еще пройду по этой части уровня, потому что тут, может быть, еще что-нибудь вкусное. Например, босс. Уже 20 минут. Печаль. Ну, у меня теперь много дронов, и они спамят ракетами и прочим. Ну, что поделать. Тентакль дает мне ручного импа, который не очень полезен. Этих застрявших импов стоит убить ради денег. Потому что они дают деньги. Это я не хочу. Это я тоже не хочу. Это я не очень хочу. Сосульки сойдут. Сосульки я, по-моему, в прошлый раз находил. В общем, она при убийстве противника спавнит вокруг меня три сосульки, которые летают кругами. И довольно больно все дамажит. Довольно веселая штука, правда, для снайпера это не настолько полезно, но все равно. Яйцо. Это еще один предмет, нужный для аналока одного из персонажей. Дает мне реген вне боя. Если я не получал урона какое-то время, то я регеню быстрее. И кубики. Снэйк Айс. Когда я проваливаю шрайн, это дает мне один стак этих кубиков. Каждый стак дает 6% крит шанса дополнительного, насколько я помню. То есть, по сути, больше крита. Я могу пойти на пляж, конечно же. Я не очень хочу. Так что, наверное, нет, и я открою этот сундук вместо... Я бы был бы рад купить дрона, но у меня нет денег на него. И не хватило бы даже... Возможно, с этими коробками хватило бы. И все-таки, почему я тогда провалился под землю? Вот здесь вот. Странно. Мост целый. Это не должно так работать. Ну окей, что поделать. У меня есть дроны, у меня есть имп ручной. Так что, я думаю, на следующем уровне будет не очень много проблем. Несмотря на то, что это магмабаратя. Окей, внизу нет лавы. Это в какой-то мере плюс. Огнеметный дрон... Не знаю даже, по-моему, он не очень хороший. Но я его, наверное, куплю все-таки. Раз уж я массово беру дронов. Он дамаговый, насколько я помню. Но он очень недальнобойный. Возможно, я его куплю... Черт. Это прыжок с веревки. Он съел мой второй прыжок. Потому что он ест второй прыжок по какой-то причине. И я не смог прыгнуть еще раз. В общем, не смог допрыгнуть. Куда хотел допрыгнуть. Я хочу убить этого бизона. Окей, я убил этого бизона. И после этого уже зарядил снайперский выстрел. Но убил снайперским выстрелом еще кого-то. Я не против. Смогу я отсюда допрыгнуть? Почти. Нет, все-таки не могу. Джетпак бы, который не джетпак, а который ржавый джетпак. Позволяет выше прыгать. И медленнее падать. Хотя бы с одним я уже могу туда допрыгнуть. Тут может быть телепорт, естественно. Но сейчас его здесь не окажется. Эта кнопка на стене, она нужна для того, чтобы открыть артефакт, который тут может заспавниться. Ну, он заспавнился. Иначе кнопки не было бы. Нужно нажать все три кнопки. И, по-моему, там небольшое ограничение по времени есть. То есть большое. В том плане, что... Можно довольно долго это все делать. Но вот одна кнопка справа и еще одна внизу. Там третья самая сложная, потому что ее нужно нажимать в падении. И в любом случае это не для всех персонажей доступно. Потому что кнопки за стеной. И нужно по ним попасть. То есть нужно что-то, что стреляет сквозь стены. Окей, телепорт. Меня убьет Крематор. Нет, надо же снова. Снова Токсик Бист. Мне везет. Я не помню, было это... Я немножко играл за кадром. Я не помню, был этот уровень с Токсик Бистом в прошлом видео. Или когда я за кадром играл. Ну, в общем, Токсик Бист. Он спавнит кучу мелких кабанов. Мои сосульки очень неплохо справляются с этим всем. Еще один Фрост Релик. Я все еще не знаю, как он стакается. Дриль. Бур. Он пронзит небеса. Каждая четвертая обычная атака пробивает врагов насквозь. Долетает мгновенно и все там подобное делает. Бур стакается очень хорошо. Каждый следующий бур делает это не каждой третьей атакой. Там каждый... Ну, то есть не каждый четвертый, а каждый третий, каждый второй и так далее. То есть четыре бура, и каждая моя обычная атака пробивает врагов насквозь. Дамажит их всех полностью и вообще... Очень полезно. Я убиваю всех сосульками, я не стреляю. Клевер. Небольшой шанс, что элитные враги будут дропать предметы. Можно застакать до 30 с чем-то шансом. По-моему, 35 процентов. И, по-моему, для этого нужно семь клеверов. Но могу ошибаться в числах. В общем, полезная штука. Больше предметов это... Это, во-первых, всегда просто так полезно. Во-вторых, это мне нужно, чтобы открыть... Открыть всякую фигню от персонажей там. И просто новые предметы. Хотя я, по-моему... Нет, я не все еще предметы видел, которые... Которые изначально открыты. Я на видео не видел один активный. И я, в принципе, не видел второй активный. Окей, 10 врагов осталось. Они где-то там. Ну, часть из них где-то там. И я отсюда не достреливаю? Вау. Окей. Дайте мне огнеметного дрона. Слева я начал, так что там нет сундуков. По-моему, вообще больше нигде нет сундуков. Хотя я, конечно же, могу ошибаться. Так что я проверю вверх. Там, во-первых, враги могут быть еще. Во-вторых, там могут быть сундуки. Но нет. Видимо, я не ошибаюсь. Мало как-то сундуков на этом уровне. Обычно на нем больше лута. Наспавнилась тут. Окей. 3000 денег. Храм. И я начал на крыше. Окей. Как минимум, я из этого знаю, что это вариант, где можно попасть на крышу. Потому что не во всех можно. Но кроме этого, мне ничего это не дает. Потому что я уже не помню, какой вариант. Какой из них какой. Что еще есть на том варианте, где можно попасть на крышу. Я по нему вообще попадаю? По-моему, нет. Кривые хитбоксы. Я немножко пофармлю этот уровень. То есть я не пойду сразу к телепорту. Я хочу купить все по возможности. Блайтед Клеймин. Окей. И он прямо подо мной. Он, конечно, умирает быстро. Но я тоже умираю довольно быстро. Так что... Нет, я все-таки его убил. И он почему-то не дропнул предмет. Но это вообще должны дропать предметы. Они считаются боссами. Возможно, это переделали. Потому что раньше они считались и боссами, и элитными врагами. Так что могли дропнуть два предмета, если есть клевер. Возможно, теперь они только элитными врагами считаются. Это странно, потому что они все-таки сложные, как боссы. Фу, хитлист. Время от времени подсвечивает врагов крестом. Если я убиваю отмеченного врага, пока он подсвечен. Пока он отмечен, что довольно быстро проходит. То я получаю плюс 0,5 к своему урону навсегда. Стакается до 20 урона. То есть 40 раз. Кольцо. Кольцо каждый раз, когда я критую, снижает мои кокдауны на 1 секунду. И это очень круто. Блин, бывает и теперь не дропают предметы гарантированно. Это хреново. Они теперь стали еще хуже. Они и были худшими врагами в игре, но теперь они еще хуже. Потому что раньше хотя бы с них можно было предметы получать. Если я ничего не путаю, они их раньше вообще дропали. Возможно, я просто ошибаюсь. Ура, первый килл хитлиста. Вот эта вот полоска над моими обилками, она символизирует, сколько я наубивал. Второй килл. Окей. Спускаюсь вниз, потому что наверху ничего больше нет. О, имп. Это динамит, по-моему, да. Я не буду его использовать, он совершенно не подходит снайперу. Но, по сути, это тот предмет, который я находил за кадром. Когда я попадаю к противнику каждый раз, он дропает на мне динамит. Ну, палку динамита, скажем так. В том месте, где я нахожусь в момент убийства противника. И когда я активирую предмет, он взрывает весь динамит, который... Который наспавнился, и это наносит урон всем вокруг. Проблема в том, что он его кидает на мне, а не на противнике. То есть, я снайпер, я не должен быть рядом с врагами. Для меня личного персонажа это, наверное, будет неплохо. А зачем я это взял? Нет. Это плохой для снайпера предмет. Но, что поделать. В общем, батарейка. Чем меньше у меня жизни, тем больше у меня скорострельность. Проблема в том, что скорострельность у меня делает вот эту вот перезарядку мою сложнее. В том плане, что она быстрее проходит, сложнее в нее попадать. Соответственно... Если она просто ускорена, то есть, если у меня просто увеличена скорострельность, и я быстрее перезаряжаюсь из-за этого, это хорошо. Но если она нестабильна и зависит от жизни, это немножко плохо, потому что я... Ну, то есть, мне постоянно под нее придется перестраиваться. Бывает, запрыгивай сюда. Ненавижу бываетов. Нет, они убили моего дрона. Окей, бывает, по-моему, умер. Теперь так же непонятно, умер бывает или нет, потому что он не дропает то, что должен дропать предметы. У, это полезно. Козлиное копыто увеличивает скорость пассивно. У меня, конечно, есть кнут, который, возможно, лучше. Ну, по крайней мере, скорость он дает сильно больше, но он ее дает только, когда я не в бою. Ну, ладно, тогда я это подаю. Окей, 30 предметов в одном прохождении я набрал. Один персонаж открыт. В общем, копыто просто пассивно увеличивает мою скорость, даже когда я в бою. И этим оно хорошо. Хотя и прибавка скорости меньше, чем у кнута. Золотой пистолет. Голова волка, которую я до этого подобрал, она дает мне каждый раз, когда я критую, она увеличивает мою скорострельность на короткое время. Это опять диплок сочетается со снайпером, потому что скорострельность нестабильна. Но при этом это довольно хороший предмет, на самом деле. И плюс крит-шанс дает. Крит-шанс это всегда хорошо. И я умер. Там заспаунился Блайт, я не заметил, что там заспаунился Блайт, и он меня просто сразу убил. Но зато я теперь открыл нового персонажа. Ну, давайте попробуем нового персонажа. Лоудер. Большой урон, уникальный стил, гидравлическая рукавица, которая быстро перемещается или... Окей, непонятно. Так. Обычная белка дамажит ближайших врагов на 120%. Каждый третий удар на 240% и подбрасывает врагов в воздух. Окей. Второе. Щит на 100% в своей жизни на 3 секунды. И увеличивает скорость движения. Неплохо. Гидравлическая, это самая рукавица, выстреливает вперед. Если она попадает во врага или в стену, то я подтягиваюсь к врагу или стене и станю и дамажу врагов. Окей. И кондует ставит электрическую хреновину. После того, как я ставлю две, между ними молния проскакивает и дамажит 80% дамага в секунду. 9 секунд. Окей, интересно звучит. Посмотрим. Это милишный персонаж, естественно. У него комбо. У него щит, который бустит меня вперед, дает мне щит и... Еще и скорость бега просто так повышает. Не уверен. Он очень быстрый. В плане скорости атаки. Это неплохо. Не очень дамаговый. И, по-моему, только вперед бьет. И подтягивается к врагам можно. Жаль, эту хрень нельзя стрелять там вверх или еще куда-нибудь. Только вперед. Хм, насколько оно работает? Вот так. Работает вот так. И кулдаун быстрый. Но кулдаун только после того, как оно закончилось. 19 секунд на деле. Окей. Я хочу очки, наверное, из этого. Но сначала вверх. Или сначала вот эту вот хрень убить. Почти. Дайте мне еще одного врага. Дайте мне врага. Ладно. Никто не хочет давать мне врага. Ну, что поделать. Надо, наверное, вот это вот использовать надо. Вот это вот использовать для более быстрого перемещения. Но это только если я попадаю в стену. И оно летит примерно до края экрана. Привет, чуваки. Ловите молнию. Окей. Мне понравился персонаж. Я пойду куплю, что я там хотел купить. Очки. Потому что я сюда не хочу возвращаться потом. Стоп. Ага, окей. То есть каждый третий, если их быстро, друг за другом, проводить эти удары. То есть это именно не каждый третий, а третий в комби. Окей. Пока, медузы. Не сильно он подбрасывает, конечно. Но что поделать. Блин, без двойного прыжка непривычно. Этот сундук я, пожалуй, тоже возьму. Бэкап. Суммонит четырех дронов, которые убивают все очень быстро. Но кроме этого ничего интересного. В общем, есть более хорошие вещи. Денег нифига. Ладно. Черт, я хотел попасть по врагу в воздухе. Черт. Ну ладно, я могу его выманивать. Под электричество. Интересный персонаж. Окей, фейерверки. Выстреливает фейерверки, когда я открываю какой-нибудь сундук. Наносит довольно много, на самом деле, урона. То есть они как обычная ракета по урону, только их вылетает 8 штук вроде бы. Так что... Довольно неплохо, но не везде есть сундуки. То есть проблема в том, что сундуки... Ограничивает этот скилл. Ааа, нет. Видите, все нафиг. Ааа, что? Почему я так взлетал в воздух? Я не понимаю. Ладно. Дроны. Убейте все. Дроны, вы неправильно убиваете все. Вот, теперь вы правильно убиваете все. Черт. Как-то у него... Странно, это атака работает. В общем, у меня было, что я бил обычный атак и прыгал при этом. И из-за этого улетал хрен знает куда вперед. Я не понимаю, это то, что я как-то сделал, или это просто какой-то баг, возможно. То есть я не понимаю, как это еще раз сделать. А то у меня получилось два раза. Возможно, меня просто бил в этот момент враг, и я из-за этого улетал. Но вроде не должно быть так. Не знаю. Но в любом случае, та фигня, которую я купил вместо... Вместо дронов, это... Телепорт. Я его ставлю, и потом я могу к нему телепортироваться. Рандом, пожалуй. Джетпак, ура! Он мне нужен был в прошлом ране. Я выше прыгаю с джетпаком. Скорость атаки. Возможно, второй удар? Нет, тоже не то. Вот сейчас снова получилось. Странно. По-моему, это происходит, если у меня третий удар в комби попадает по земле, когда я тоже касаюсь земли, или когда я прямо над ней. То есть, оно как бы меня тоже подбрасывает, и из-за этого я улетаю вперед. По крайней мере, у меня такое объяснение пока что этому. То есть, если правильно затаймить прыжок, то можно... Можно этим перемещаться. Но это не очень эффективно для перемещения, потому что я без этого перемещаюсь быстрее. Потому что я какое-то время стою, чтобы атаковать. Но все-таки. Этот ран, естественно, ни до чего не дойдет, потому что я просто умру довольно быстро. Потому что я очень долго на первом уровне. Но зато я потестил нового персонажа. И это последний ран. Хоть он и второй, но все-таки. Я открыл одного персонажа, и играть им я буду в следующий раз уже полноценно. Сейчас это тестовый ран. Ну и как бы время уже. У щита быстрый колдаун. Он, конечно, не настолько полезен, как хотелось бы. Потому что он дает мне просто какую-то защиту. Ау, ракеты. Почему я не поставил телепорт около телепорта? Ау. Ну ладно, в общем. Такой вот персонаж. В следующий раз будет полноценное видео за него. Но на сегодня тогда, наверное, это все. Я, наверное... Не знаю даже. Если в следующий раз у меня не получится открыть последнего персонажа, пока я буду играть за этого, то я просто возьму, начну ран с... с команд, артефактом. За любого там персонажа, за кадром. И просто получу все эти... Там пять предметов, которые нужны. То есть вот это вот все. И просто его открою таким способом. Но это если... Если у меня не получится его открыть в следующий раз. Ну а на сегодня на этом все. Я надеюсь, вам понравилось это видео. Спасибо за просмотр. С вами был Айми. Пока.